МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Утро нового дня". Программа радио государственной телерадиокомпанией Волга. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Сегодня среда, 21 февраля. У микрофона Алексей Сорокин. В утреннем эфире вы услышите. Более 130 тысяч кубических метров снега вывезено с автомобильных дорог местного значения. Процесс ликвидации последствий снегопада обсудили на заседании штаба по комплексному развитию региона под руководством председателя правительства Владимира Разумкова. В Староманьском районе находится государственный памятник природы берег Орланов. Именно здесь очень много гнезд Орланов-белохвостов, занесенных в Красную книгу России. Открывает утреннюю программу мой коллега Евгений Слюняев. Он расскажет о знаменательных событиях и интересных фактах, произошедших в этот день. Исторический хронограф Здравствуйте! У микрофона журналист Евгений Слюняев. Сегодня, 21 февраля, отмечаются Международный день родного языка, Всемирный день экскурсовода и День фельдшера в России. В истории этот день отмечен следующими событиями. В 1784 году, согласно указу Екатерины II, порт и крепость в Крыму получили название Севастополь. 21 февраля 1848 года Карл Маркс и Фридрих Энгельс опубликовали манифест Коммунистической партии. 21 февраля 1872 года император Александр II подписал указ о создании в Москве Государственного исторического музея. В 1899 году в этот день вышел в море первый в мире арктический ледокол «Ермак», построенный по проекту и под руководством адмирала Макарова. 21 февраля 1920 года образована Государственная комиссия по электрификации России «Го-Эл-Ром». В 1935 году в Москве открылся первый международный кинофестиваль. Кстати, Московский международный кинофестиваль стал вторым после венецианского конкурсом кино в мире. В 1961 году в этот день на базе знаменитого Совинформбюро создано Агентство печати новости АПН ныне Российское информационное агентство новости. В 1965 году в СССР произведен запуск искусственных спутников Земли Космос-54, Космос-55 и Космос-56. 21 февраля 1973 года истребители ВВС Израиля сбили над Синайским полуостровом ливийский пассажирский самолет Боинг-727. Погибло 108 человек. В 1978 году состоялся первый полет тяжелого транспортного вертолета Ми-26 грузоподъемностью 20 тонн. А в 1993 году в Донецке Сергей Бубко установил непревзойденный до сих пор мировой рекорд в прыжках с шестом для закрытых помещений 6 метров 15 сантиметров. 21 февраля 1995 года подписан «Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Россией и Белоруссией» сроком на 10 лет, ставший впоследствии основой для создания Союза Белоруссии и России. В том же 1995 году с 21 февраля в России запрещена реклама табака и алкоголя на телевидении. А 21 февраля 2006 года телескопом «Хаббл» зарегистрирован космический объект, природу которого астрономы не могут объяснить до сих пор. Специальный репортаж Устранение последствий очередного сильнейшего снегопада обсудили на заседании штаба по комплексному развитию региона под руководством председателя правительства Владимира Разумкова. Дворы и дороги не успевают очищать от снега. Его столько, что справиться с осадками вовремя не могут ни люди, ни техника. В районах Ульяновской области было привлечено 844 единицы дорожной спецтехники. Причем около 300 из них выходят на уборку территории каждый день. Продолжит министр транспорта Сергей Воронцов. В еженедельной основе Минтрансом осуществляется сбор оперативных данных от муниципальных образований нашего региона о ходе зимнего содержания автомобильных дорог местного значения. Общая протяженность дорог местного значения на территории муниципальных образований Ульяновской области составляет более 8355 километров. По информации администрации муниципальных образований на сегодняшний день заключен 441 договор на зимнее содержание автомобильных дорог местного значения. Для расчистки проезжей части от снега и предотвращения образования скользкости на дорожном покрытии в муниципальных образованиях задействованы 844 единицы специализированной дорожной техники, из которых 428 единиц находятся в собственности муниципалитетов. 446 единиц привлечены по договорам со сторонними организациями. Для ликвидации последствий снегопада на прошедшей неделе среднесуточный выход дорожной техники на автомобильных дорогах местного значения составлял порядка 300 единиц. Также по информации муниципальных образований на сегодняшний день заготовлено около 55 тысяч тонн противогололедного материала. Основное внимание сейчас в муниципалитетах уделено вывозу и утилизации снега. На сегодняшний день с автомобильных дорог муниципального значения вывезено более 130 тысяч кубометров снега. Наибольшее количество снега вывезено в таких муниципальных образованиях, как город Ульяновск, Демитровград, в Майнском районе, Кузоватовском районе и Теренгусском районе. По информации глав администрации муниципальных образований, в настоящее время первоочередные автомобильные дороги, скверы, тротуары и подъездные дороги к социальным объектам очищены, продолжаются работы по очистке второстепенных дорог и, соответственно, по расширению проезжей части улиц. Зимнее содержание по фактическим погодным условиям также продолжилось и на автомобильных дорогах регионального значения. На прошлой неделе среднесуточный выход дорожной техники на региональных трассах составлял порядка 122 единиц. Наиболее неблагоприятные погодные условия в виде осадков снега с дождем наблюдались в ночь с 12 на 13 февраля. В связи с этим вводились временные ограничения автобусов, маршрутных транспортных средств на автомобильных дорогах федерального значения М5 и Р228. Движение по автомобильным дорогам регионального значения Ульяновской области осуществлялось в штатном режиме без введения временных ограничений. В ночь с 18 февраля текущего года на 19 число погодные условия на территории Ульяновской области характеризовались осадками в виде снега и метеля. Для ликвидации последствий снегопада было задействовано 174 единицы техники. Так, по оперативным прогнозным данным, снег продолжится в течение всего сегодняшнего дня. На расчистку от снега автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения запланирован выход более 200 единиц техники. Ночью на семи участках наблюдались затруднения движения, заужения проезжей части в четырех районах Ульяновской области, а именно в Меликесском, Новоспасском, Цельнинском и Чердоклинском районе соответственно. Для обеспечения проезда на данных участках в настоящее время дополнительно задействовано 11 единиц снегоуборочной техники. В целом, на прошедшей неделе движение по автомобильным дорогам регионального значения осуществлялось в штатном режиме, без введения временных ограничений движения транспортных средств. Для ликвидации зимней скользкости и наледи на автомобильных дорогах регионального значения израсходовано более 5000 тонн противогололедного материала. Также региональными подрядными организациями ведутся работы по вывозу снега с транзитных участков районных центров Ульяновской области. Для постоянного мониторинга дорожной обстановки и корректировки работы наших подрядных организаций при Минтрансе продолжает функционировать телефоны горячей линии в круглосуточном режиме. За прошлую неделю на горячую линию нам поступило три обращения. Все они были оперативно переданы ответственным лицам для ликвидации возникших ситуаций. Уборка и вывоз снега с ульяновских дорог также идет в бесперебойном режиме. По словам главы города Александра Балдакина, количество спецтехники, которая борется с последствиями снегопада, удалось увеличить до 82 единиц. В период с 22 января 2024 года после обильных снегопадов в результате плотного взаимодействия с управляющими компанией количество техники удалось увеличить с 70 до 82 единиц. Управление жилищно-коммунального хозяйства, администрациями районов города Ульяновска, в службе 05 осуществляются контрольные выездные мероприятия по проверке уборки предмогенных территорий с крыш на квартирных домах. По итогам выездных мероприятий составляются акты. Так, с 12 февраля по 19 февраля составлено 111 актов по ненадлежащей уборке территории и 156 актов по наличию налеги снежных навесов на крышах на квартирных домах. Данная информация ежедневно направляется в Агентство государственного строительного жилища надзора Ульяновской области для принятия мер в рамках своих компетенций. Также управление ЖКХ по фактам выявленных нарушений. Адреса отрабатываются в ручном режиме посредством телефонной связи через диспетчерские службы и с руководителем управляющей компании по принятию неотложных мер по очистке дворовых территорий и крыш на квартирных домах. В социальных сетях, такие как Одноклассники, ВКонтакте, Телеграм, созданы страницы для обращения граждан. Обращения, поступившие на данные страницы, оформляются поручением и отрабатываются управлением жилищно-коммунального хозяйства, управлением дорожного хозяйства, транспорта и администрациями районов. Всего на территории города Ульяновска 2317 многоквартирных домов, где возможно образование налеги и сосулек, из которых 1201 дом с ускатными крышами и 1116 с плоскими. В мероприятиях по очистке крыши от снега и наледи на постоянной основе привлекается до 10 автовышек и более 70 человек. За период с 12 февраля по 19 февраля произведена очистка 254 кровель от сосулек и наледи. Информация по очистке кровель от сосулек и наледи актуализируется управлением ЖКХ ежедневно. Содержание остановочных пунктов на улице дорожки города Ульяновска разделено на хозяйственные субъекты. МБДО Римстрой обслуживает автобусные, троллейбусные остановочные пункты в количестве 790 штук. МОП Ульяновска электротранс обслуживает трамвайные остановочные пункты, которые находятся на обособленных путях в количестве 197 штук. 270 остановочных пунктов, совмещенных с торговыми объектами, субъектами бизнеса, закреплены. Итого, в настоящее время на территории города Ульяновска расположено 1257 остановок. За прошедший период времени производилась очистка и противогололедная обработка на 790 остановках общественного транспорта и 197 трамвайных остановках. Профильная дорожная организация МБДО Римстрой обслуживает остановки в количестве 9 бригад в каждом районе. Ульяновска электротранс задействована 25 человек, 2 тракта для очистки трамвайных остановочных пунктов, 7 единиц техники и 3 наемных трактора для очистки трамвайных путей. Всего за предыдущую неделю по каналам ЕДДС от жителей города поступило 162 обращения. 109 по вопросам расчистки уличной дорожной сети, 53 по вопросам расчистки внутриквартальных дорог. Все сообщения перены в работу. На предыдущей неделе и по настоящее время дорожные спецслужбы задействованы очистки дорог 1, 2, 3 категорий, общественных пространств, очистки остановочных пунктов, тротуаров и подходов к пешеходным переходам. Кроме этого, активно велись работы по расширению дорог в село Поливный, Погребы, Отрадное, Лесная долина, Арская, дорога на поселок Камгазина и других селах. Также на уличной дорожной сети города Ульяновска проводилось уширение проезжей части по улицам Отрадное, Российское, Звездное, Толбухино, Пархоменко и других улицах. Работа в данном направлении продолжается. Ввиду резких перепадов температур, особый акцент сделан на устранение наледи на остановках и пешеходных зонах. В связи с ухудшением погодных условий усилен контроль за проведение работ по противоволголедной обработке подъездных путей и тротуаров по пути сливни к учреждениям здравоохранения, образования, особенно в детские сады. В районе объектов образования и здравоохранения продолжаются проводиться работы по уборке снега. К уборке снега привлекается тракторная техника МБУ «Дорний строй», мини-погрузчики типа БАКЕ, в том числе и наемная техника. В настоящее время во всех районах города Ульяновска продолжается расчистка дорог от снега на льде на внутриквартальных дорогах. Большой объем работы по очистке дорожного плота внутриквартальных дорог от снега на льде, в том числе в приградной зоне и дорогах четвертой категории, выполняется наемными тракторами. На каждый район города Ульяновска в среднем выделяется по два трактора. Контроль за работой наемной техники осуществляется квартальными полномочиями и главами районов администрации города Ульяновска. Также к работе дополнительно привлекается техника по уборке внутриквартальных дорог четвертой категории, остановившись в пунктах и тротуарах под ведомственными организациями администрации города, такими как Правый берег, УЛГЭС, Горсвет, Водоканал, Теплосеть, Городской центр по благоустройству, озеленению, Теплосервис и Управление инженерной защитой. За предыдущую неделю было задействовано 218 ездных техники и 220 человек. В период с 12 по 22 января израсходованы 132 тонны ПСС и почти 10 тонн твердого реагента. Вывезено 1355 рейсов. Всего за зимний период израсходовано 18150 тонн песко-соляной смеси и 1021 тонна твердого реагента. Вывезено 15800 рейсов снега. А мы напомним нашим слушателям, что продолжает работать телефон горячей линии 795014. По этому номеру принимаются сообщения от жителей по предотвращению внештатных ситуаций на региональных автодорогах. Радио России Ульяновск. Спорт. 17 февраля в спортивном комплексе «Новое поколение» состоялся всероссийский турнир по греко-римской борьбе памяти Анатолия Винника. В состязаниях приняли участие более 150 борцов до 18 лет из Татарстана, Мордовии, Башкортостана, Марии-Эл, Удмуртии, Чувашии, Пермского и Краснодарского края, Нижегородской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Оренбургской, Кировской, Ульяновской областей. Регион представляли более 30 воспитанников региональной федерации спортивной борьбы. Сборная команда Ульяновской области показала отличный результат, завоевав 15 медалей. Победителями и призерами стали Вес 42 кг. Серебро Аслан Левуков, бронза Эмин Гурбанов. Вес 48 кг. Серебро Салман Мамедов. Вес 52 кг. Серебро Никита Шиянов. Вес 55 кг. Золото Егор Васияров. Вес 60 кг. Серебро Роман Лисов, бронза Айрат Динулов. Вес 65 кг. Серебро Матвей Ферферов. Вес 71 кг. Бронза Даниил Садилов. Вес 80 кг. Серебро Данил Маньков, бронза Марат Хафизов. Вес 92 кг. Золото Султан Кумеров, серебро Даниил Ясницкий. Вес 110 кг. Бронза Владимир Жихарев и Иван Верхов. Поздравляем воспитанницу спортивной школы Олимпийского резерва по художественной гимнастике, члена сборной команды России Александру Кирюшину с успешным выступлением на первенстве России. В индивидуальной программе Александра заняла четвертое место в командном зачете в составе сборной Приволжского федерального округа и вошла в тридцатку сильнейшей гимнасток России по программе КМС. В Казани завершился чемпионат и первенство Приволжского федерального округа по кикбоксингу в разделах «Фуллконтакт» и «К1». В соревнованиях приняли участие 680 спортсменов. Поздравляем ульяновских победителей и спортсменов. Спортсмены клуба «Орбита». Первое место Анастасия Шишкова. Второе место Раиль Джапарханов. Третье место Ислам Бабаев. Спортсмены клуба «Пересвет». Второе место Антон Папкин. Третье место Дмитрий Ныкин. Спортсмены клуба «Товарищ». Первое место Эмиль Рагимов, Фарид Арсентьев, Кристина Сандеркина, Илья Москвичев, Владислав Ровенский, Анастасия Гаврикова, Анастасия Пиколова. Второе место Полина Фомина. Третье место Данир Дружков, Ян Ровенский. Спортсмены клуба «Прометей». Третье место Станислав Мазалёв. Спортсмены, занявшие первое и второе место, вошли в состав сборной команды ПФО и имеют право принять участие в первенстве России. В Москве завершился чемпионат и Кубок России по лёгкой атлетике в помещении по спорту глухих. В легкоатлетическом манеже ЦСКА собрались почти 200 участников из 36 регионов России и Беларуси. Легкоатлеты из Ульяновска показали отличные результаты. Виктор Обломков – золотая медаль в беге на 200 метров. Мирослава Ананьева – золотая медаль в толкании ядра. Евгения Тихомирова – бронза в прыжках в шестом. Мужчины – золото в эстафете 4 по 400 метров. В составе Александр Беляков, Ярослав Ананьев, Равшан Османов, Виктор Обломков. Женщины – бронза в эстафетном беге 4 по 400 метров. В составе Евгения Тихомирова, Дарья Яргункина, София Демченко, Анастасия Филюшкина. 16 февраля состоялась 11-я областная зимняя спартакиада пенсионеров Ульяновской области, чтобы тело и душа были молоды. Соревнования традиционно проходили на территории биатлонного комплекса Ульяновского государственного университета «Заря». Команды местных отделений Союза пенсионеров России состоялись в лыжной эстафете и лыжных гонках, деревенском хоккее и веселых стартах. В спартакиаде приняли участие и команды муниципальных образований. Итоги. Золото – Майнский район, Серебро – Новоспасский район, Бронза – город Димитровград. Наш край – Ульяновская область. В Старомайнском районе, на мысу, разделяющем Старомайнские и Клюквенные заливы, располагается удивительный заповедник «Берег Орланов», созданный в 1988 году благодаря усилиям активистов-защитников животных с целью сохранить исчезающие виды птиц, в том числе и популяции орланов-белохвостов. До этого места можно добраться на личном транспорте, либо на такси. В период навигации возможно переправа на пароме от поселка Старая Майна. Старомайнский залив находится на левом берегу Волги, примерно в 70 километрах от Ульяновска. Ехать до него от города придется около часа, а жителям правобережья – и немного дольше. Дорога для большинства автомобилей легко проходима только в сухую летнюю погоду. Именно в этом заповеднике очень много гнезд орланов-белохвостов, занесенных в Красную книгу России. Орлан-белохвост – очень крупная птица, внешне она очень похожа на орла, но отличается более массивным клювом и неоперённой нижней частью ног. Длина тела орлана-белохвоста от 70 до 90 сантиметров. Масса от 4 до 7 килограммов. Размах крыльев достигает 2,5 метров. Хвост короткий, кленовидной формы. Оперение взрослой особи бурого цвета. Голова и шея с желтоватым осветлением. Хвост белый. Клюв светло-жёлтого цвета. По сравнению с другими хищными птицами довольно большой и мощный. Радужная оболочка глаза также имеет светло-жёлтый цвет. Молодые особи – тёмно-бурого цвета. Клюв – тёмно-серый. С каждой линькой молодые орланы-белохвосты становятся всё больше похожими на взрослых животных. А в пятилетнем возрасте орлан-белохвост полностью обретает взрослую внешность. Самки орланы-белохвост значительно больше по размеру и весят больше, чем самцы. В полёте птица держит свои широкие крылья горизонтально. После чёрного грифа бородача и белоголового сипа орлан-белохвост является четвёртой по величине хищной птицы Европы. Полёт орланов уступает в стремительности полёту настоящих орлов, не говоря уже о соколах. На лету орлан кажется менее подобранным, более тяжёлым. Крылья у него шире. Сидя на дереве, он по приподнятому оперению и несколько опущенной голове в известной мере напоминает грифа. И голос орланов не такой, как у беркотов. Не лающее кьёк-кьёк-кьёк, а скорее грубое и глухое крау-крау или крак-крак-крак. Это редкая птица, которая всегда строит гнёзда рядом с водоёмами. Во всей России орланов-белохвостов всего лишь несколько десятков гнездящихся пар. На территории заповедника площадью 84 гектара раскинулась холмистая местность, на которой ведётся контроль численности редких птиц, животных и растений. Леса здесь преимущественно хвойные, сосновые или широколиственные. Сохранились многие виды растений – лилия-соранка, волчьягодник, брусника и другие. Запреты же самые строжайшие. Запрещается размещение палаточных и иных лагерей, стоянок, строительство баз, домов отдыха, сбор цветов, применение ядохимикатов. Заповедник Орланов-берег – уникальное место, поражающее туристов своей красотой. Путешествие в эти края станет идеальным для тех, кто предпочитает экологический туризм и любит природу. Посетить заповедник можно в любое время года. В теплое время года он поражает своей растительностью, а зимой – богатым и разнообразным животным миром, а также сказочно красивыми горными возвышенностями и заснеженным лесом. Заповедник имеет обширные территории, на которых легко заблудиться, поэтому при посещении желательно воспользоваться услугами экскурсовода, который подробно расскажет об особенностях природы и всех питомцах заповедника. Экскурсовод проведет по экотропе, расскажет много познавательного о тех или иных видах деревьев и растений, а также об обитающих тут удивительных и редких орланах. Туристам предоставляется уникальная возможность увидеть и даже сфотографировать этих редких птиц. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова